Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков Илья Кравцов. И наш коллега из города Камышино, Волгоградской области, трейдер Илья Кравцов уже с нами. Илья, приветствуем вас! Здравствуйте, Илья Николаевич! Здравствуйте, коллеги! А как вам сегодняшний рынок? Что интересного? На чем зарабатываем? Как всегда, начнем с евро-доллара. На нем же и зарабатываем. Давайте начнем. Ну, сегодня я, значит, буду озвучивать более глобальные цели. Вот. Ну, долгосрок, да? Раньше все время говорил только внутридневные, на часовых графиках. Вот. Сегодня скажу свое мнение по поводу более долгосрочных целей на долгие перспективы. Вот. Хотя рынок, такая штука, сами понимаете, может отработать все за день-день. Вот. Ну, что маловероятно, но такое бывает. Вот. Месячный график евро-доллара. Я считаю, что, значит, дотянет... Вот. Давайте смотреть контекст, да? Мы начали падать. Вот. После вот этого объема, вроде бы, на наш взгляд небольшой, вот, ну, незначительно. Но после него мы начали падать. Очень хорошее падение было. А после чего, что у нас было, да? Вот, смотрите, очень большое скопление. Вот. Мы пришли, тестировали практически нижнюю часть, налили очень большой объем. И после чего пошел выход вверх. По площадке Fibonacci видим, что как раз 176-я будет тест вот этого объема. И я считаю, это оттуда дотянет. Вот. На часовом графике, вот с этого уровня состава 123-й, у меня покупка стоит. Я, ну, я скрылся с реактора, чтобы не видно было, скажем так, объемы торговли и так далее. Вот. Отсюда у меня стоит покупка. Ну, собственно, как сделка отработается. Так. Как сделка отработается, могу потом, ну, скинуть на экран, да, показать, сколько пунктов там и так далее. Так. Дальше. Иена. Смотрите, значит, если смотреть месячный график, ну, на самом деле, перспектива у Ены есть еще падать очень далеко. Вот. Кто торгует, допустим, технический анализ, ну, тут по-разному можно рисовать, да, видим визуально. Так. Треугольник. Тут я говорю, можно нарисовать по-разному. Так. Кто нарисует там. Так. Ну, давайте грубо нарисуем. Если кто нарисует так, да. Если мы нарисуем, к примеру, так, то мы вышли уже, вышли и оттестировали. Вот. Ну, так какие-то треугольники не торгуют, и всего лишь, скажем так, Так. Всего лишь технический анализ, да. Перспектива падения еще есть у Ены. Можем как минимум, ну, как не как минимум, вот упасть сначала. Вот это проторговка, то есть этот объем. Вот это проторговка мы пробивали на объеме, и также видим, смотрите, мы пробивали, тестировали ее, да. Вот первая часть. Первая часть стоит низинка, потом можем упасть сюда. В дальнейшем можем упасть вообще на 83. Ну, это очень глобальные, далекие цели. Вот первые цели. Сейчас могу показать. По сетке. Первая цель. Пусть 161, да, как раз я показал, смотрите, вот сюда мы и попадаем на закрытие вот этого хвоста. Ну, соответственно, чтобы нам улететь так низко по данной валюте, мы должны пробить вот этот объем донизинка, то есть закрыть хвост вот этого объема. И, собственно, при пробое его, да, только тогда мы можем расценивать данный ценовой диапазон, то есть 94,50 и 93. Канада. Если мы посмотрим, так же, вот, допустим, в личную графику, посмотрите. Сейчас увеличу. Смотрите, в качестве контекста, да, что у нас было. Наверху было большое скопление. Вот. Здесь, если мы кинем сюда вот уровень, видимо, тестировали низинки, да. Кстати, вот он хвостик, очень длинный хвост, и мы также его перекрыли. Наверху мы налили объемы, то есть зеленые объемы – это залог на будущие продажи, да. Вот наверху большие объемы. Также вот дали большой объем наверху, дали хвост, закрыли при этом этот хвост. По техническому анализу у нас получается, как бы, двойная вершина. Вот. Значит, если озвучивать цели, ну, конечно, понимаете, да, это не один дем отыгрывается, это все будет с коррекцией и так далее. Вот. И сейчас не исключена коррекция, потому что мы сделали двойную вершинку и пришли вот в это скопление. Вот сюда, да. Все-таки не просто так его будет легко пробить, а по факту, если разобраться, я вижу ниже, потому что у нас наверху большие объемы. Вот я же повторюсь, что зеленый объем – это залог на будущие продажи. Вот первая цель, смотрите. То есть по месячным диапазонам, скажем так. Это низинка, вот этого скопления, это вот 161-й будет. 1,24 вижу, да, 1,24, 40. И вторая цель – это 207,6, но это уже вообще на долгосрочную перспективу. Это 1,10. Также мы видим, куда приходим, да, то есть приходим к вершине вот этого объема. А что у нас делал этот объем? Этот объем также у нас, скажем так, значим, да, почему? Потому что у нас, смотрите, что происходило. Было скопление, вот так вот выделяем, да, было скопление, то есть была проторговка. На этом объеме мы пробили эту проторговку, оттестировали данную проторговку и ушли вверх. То есть вот этот объем имеет свой вес. Я думаю, если туда придет рынок, собственно, будет реакция. То же самое и здесь, да. То есть здесь мы наливали объем, вот он зеленым обозначен, да, который нас вытолкнул вверх. Низ его, то есть тут, возможно, будет защита, и поэтому будет реакция. Так, шицарский франк. Кстати, по евро, я забыл сказать один момент, смотрите. У нас евро пробило и сейчас находится на хаях. Почему мы тянем выше, да? Потому что у нас евро пробило и находится на хаях этого года. То есть вот была точка. В этом году это самая высокая точка по евро. Видимо, это 19-й год. То есть выше точки не было. Выше была точка только в 18-м году вот здесь. Вот. Это, кстати, тоже очень момент такой интересный. Так, франк. Если смотрим яичный график, вот вообще, по сути, франк у нас находится относительно внизу, да, то есть потенциал роста очень большой, есть куда расти на самом деле, да, вот смотрите, у нас очень большое скопление было, которое также хотелось бы протестировать, но это очень нескоро будет, скажем так. Вот считаю, что придут на закрытие хвоста. Почему? Потому что мы пробили вот этот хвост. Сейчас. Закрытие вот этого хвоста. Почему? Потому что мы пробили вот этот хвост, закрепились ниже на дневном... А, это месяц, да, да. На месячном графике. Да, то есть это был очень большой объем. Мы закрепились ниже. Сейчас у нас идет тест и считаю, что закроет вот этот хвост по франку. То есть если мы разберем фибоначчи, вот как раз закрытие хвоста и цели будут так... Ну, скажем так, по франку ниже парикета. А, мы сейчас уже ниже парикета. 0,87 примерно тот район. Как раз закрытие хвоста у нас, скажем так, получится двойную. А, до двойного дна у нас еще рано. Вот, двойной, но если мы отпущимся на 261-го, вот, только оттуда. Вот, ну, отсюда будет реакция. Если уж отсюда, тогда надо, как говорится, брать уже 261-го, брать, как говорится, на всю котлету, да. И ждать просто. Возможно, даже очень высоко. Вот, но пока глобально вижу ранг вниз. Так. Мексиканский песо. Тушканчиком его называю обычно. Смотрите, месячный график. Значит, в связи с этими эпидемией, да, с коронавирусом и так далее, вот, то, что доллар взлетал. По отношению к данной валюте это вообще пик на месячном графике. То есть, такой цены еще, в принципе, не было, да. 98-й год вообще внизу. И очень интересно тут произошло. Смотрите. Значит, вот макушка предыдущая. Вот. Мы сейчас пробили, четко оттестировали, да. мы пробили это все на объеме. Также думаю, что есть потенциал, куда падать. Если мы, соответственно, смотрим по сетке Фибоначчи, то тут тоже интересно. Смотрите, вот первая цель. Вот так вот. 161-я. Мы также попадаем на предыдущую макушку. Причем, смотрите, здесь, да, предыдущая, вот эта опустили, опустили эту проторговку. И здесь также предыдущая опустили проторговку. Вот. Очень интересно выглядит. По сетке Фибоначчи как раз сходятся вот две цели, что мы будем падать на данную проторговку, тестировать. Подневки мы видим, что вот здесь гэп, который еще не перекрыли, то есть нам есть куда падать. Также мы подневки видим вот это скопление, которое исключительно на зеленых объемах. Ни одного красного объема нет, который свидетельствует потенциально дальнейшего роста. Конечно, не исключаю, что будут еще только коррекции, но от любого движения вверх я бы искал продажи. так как зеленый объем повторяюсь, это залог на будущее продажи. По рублю, вчера вы спрашивали мнение по рублю, я в принципе рубль не анализирую, но коротко сказал, что в район 72, 72,60 если бы точно сказал, по-моему, 72,62 или что-то такое. Как видим, у нас был гэп, мы чуть-чуть не дотянули и прыгнули на 62,90. В принципе, цель попал скажем так точно практически. еще мы гэп не перекрыли, но я думаю, перекроет, возможно, тоже не сегодня. Возможно, еще будет набор буквенности скопления этому уверен в течение дня. Но сам факт того, что с макушки вчера рынок падал и достиг практически цели, это факт. Вчера эти цели я озвучивал. Смотрите, сейчас фунтовые пары все быстро пролистаю, а так как фунт движется в принципе всегда в одном и том же направлении, в смысле фунтовые пары, все вот фунт иена, фунт ауди, фунт франк. Вот. Единственный момент, что кто-то запаздывает, кто-то бежит вперед. Вот, давайте рассмотрим, например, фунт иена. Месячный график. В принципе, видим, да, то есть у нас скопление, выход, опять скопление, тут двойное дно даже, в принципе, тройный дом назвать, наверное, нельзя. Но, однако, в данном случае тоже двойное дно. И очень большой объем мы дали. Очень большой объем в связи, опять же, с этой пандемией. Я вижу выход вверх. Но относительно, по данной паре мы находимся внизу. То есть при любой хорошей коррекции мои рекомендации, ну, это не рекомендации, это не рекомендации у каждого своего глава, а я буду покупать. Есть еще такой момент, смотрите, значит, это была пятница. Смотрите, какой большой объем, то есть это стоит денежный уровень у нас. Денежный уровень, именно с этого уровня у меня была продажа. Смотрите, сейчас покажу. И он пошел, скажем так, вот, мне с этого уровня у меня была продажа небольшая. И мы можем видеть, да, то, что тут образовалось тоже, скажем так, двойная вершинка относительно вот этого всего, вот этого скопления, да, тут образовалась двойная вершинка. То есть жду пока, что по данной паре коррекцию, и после чего буду также искать покупки. Первая коррекция уже была, видим, да, если часовой, график, посмотреть. Хотелось бы, чтобы спустились в район, так, ну, 137, 20, грубо говоря, оттуда я бы купил. Вот отсюда купить уже не успел. Была покупка, сейчас покажу, почему, да, по всяке Фибоначчи у нас видно. Сейчас я точно подведу, по всяке Фибоначчи у нас видно, мы ударились ровно 161, и рынок у нас отскочил. Не успел, не увидел я этого момента, к сожалению. Вот, отсюда хорошая покупка 261, была бы. Если туда придем, пока что вход пропущен. Буду ждать коррекции туда покупать. Ну и, собственно, так, то же самое, ну, фунтовые все пары, то есть, если мы уменьшим график, мы увидим, что фунт тоже внизу. Посмотрите, фунт по отношению вообще со всеми предыдущими годами был самый большой объем проторгован. Вот, он был проторгован внизу. Очень большая тень, то есть, глобально, да, в долгосрочной перспективе я жду выхода наверх на 107,6, то есть, это в район, скажем так, 1,43-1,44. Но только после того, когда мы проторгуемся и у нас месяц закроется выше, да, вот этой тени, то есть, вот этого объема только тогда, потому что пока 100% свечи нас может удержать, и мы еще можем сходить на перекрытие, то есть, чтобы перекрыть вот эту тень, то есть, еще может быть проверка, скажем так, на деньги, вот, так как на хвостах стоят на деньги, мы это уже неоднократно обсуждали, ничего не исключает этот момент, но в дальнейшей перспективе, то есть, при падении я буду искать, то есть, при коррекции, да, я буду искать только покупки. В фунт-ауде, в принципе, то же самое, и фунт-франк то же самое, то есть, ну, если включим месячный график, да, увидим, то есть, данные пары стоят просто внизу, и, соответственно, искать покупки надо, лететь будем очень высоко, и опять же, это, сами понимаете, это дело не даже одного года, так как месячный график у нас. Золото, кстати, обновило хаи, да, то есть, обновило хаи этого года, и, в принципе, если мы посмотрим месячный график, золото обновило, в принципе, хаи для своих, ну, на протяжении там 12 лет, сколько-то, о, 22 года, вот, дороже золото еще не стоило, и, ну, по сетям, аначе, я рассчитал, откуда может, скажем так, возникнуть у нас коррекция, то есть, откуда мы дойдем, да, и откуда уже пойдем вниз, откуда надо продавать. У нас первая точка, вот смотрите, если поднявки, мы смотрели, у нас хорошо отработало, то есть, если бы, это была бы сто семьи, шестая, и сто шестьдесят первая, я бы не брался судить о коррекции, ну, то есть, о продажах, ну, так как это 261, и сто шестьдесят первая, у нас хорошо отрабатывала, и мы ждем 200, а, то есть, это уже 400, да, это уже 400, это будет 23-е, 261, у нас пробили, вот, то есть, смотрите, сетка отрабатывала, 161, флэт, 107, 6, 123, все, пробой, ушли, к 261, 276, мы подошли на объемах, вот, то есть, был, скажем так, уровень, да, который нас пытался задержать, но не задержали, но попытка, по крайней мере, была, следующий уровень 423, вот, от него уже будем ждать реакцию, вот, и оттуда я буду, уже, ну, то есть, соответственно, если на труд дойдет еще, буду ждать, уже, такие хорошие продажи, то есть, закуп, затариваться только на продаже, это, 224, вот, этот, ценовой диапазон, ну, опять же, если мы посмотрим, а нет, в принципе, месяц мы пробили, видим, смотрите, месяц мы пробили, поэтому, как бы, золото буду ждать выше, продавать уже только оттуда, если бы это был первый уровень, 176, я бы не брался бы говорить о продажах, потому что, ну, потому что его могли бы пробить, да, еще неизвестно, будет ли он отрабатываться, ну, так, так как пробили у нас, вот, 276, видите, да, пробили, вот, перед этим был очень хорошо отработан, 161, вот, большая доля вероятности, из того, что теперь, 23-го у нас движение, ломка по золоту закончится, так, ну, и давайте, напоследок серебро рассмотрим, смотрите, так же у нас был очень большой объем внизу, проторгован, у нас была проторговка, да, то есть, вот этим хвостом мы выбивали стопы, накопили очень большой объем, после чего у нас данную проторговку, так же пробили на объеме, вот, сейчас пока рынок задержали, а на это есть основание, вот, какое, первое основание, это вот, мы встретились, да, смотрите, точно вот кончиком, хвостом мы ударились, вот в эти вот низинки, то есть, тут у нас так же проторговывалось, очень большой объем проторговались, вот, очень большое скопление, и оно сыграло, скажем так, свою роль, в дальнейшем, как бы я жду, при обновлении хайов, по серебру, если мы закрепимся, выше, по месяцу, буду ждать на 323, и только, уже, стоит цены, пытаться искать продажи, это вот район, 31, 3090, видим, да, вот, пока не исключаю по серебрую коррекцию, не забываем, что это месячный график, вот, и, как бы, коррекцию не исключаем, да, там, тридневные, но, при, скажем так, продажах, хороших коррекциях, я пока что буду искать только покупки, мы не просто так пробивали вот этот диапазон, этот флэт, на объеме, и при этом наливали большой объем, чтобы это все, ну, чтобы подтолкнуть все дело, нефть пока не торгую, если только смотреть коротко, часовые графики, почему, потому что на форекс, я торговал форекс, да, и на форексе по нефте, ну, была, то есть, вот, ханалия полная, то есть, видим, вот эти хвосты, да, то есть, рынок останавливали, то есть, по факту, даже хвостам руки не было, рынок останавливали, у меня, например, у брокера, нефть просто отключали, не работало, а потом сделали хвост и все, ну, как-то так, пока, если коротко, видим, да, что, даже, скажем, с этими хвостами, не верно, как свечками, у нас пока что отработалась, после 26-я, была коррекция, чуть-чуть выйти за 223-ю, пока идем вниз, ожидаю скоро покупки, и на, так, это бренд у нас, на 44,90 примерно, в том диапазе, думаю, что сильно не провалимся, так как у нас очень большой флэр, был на красных объемах, эти объемы толкали нас вверх, и они задержат рынок, думаю, низко не провалимся, но в принципе, я закончил. Ясненько, поняли вас, спасибо большое, Илья, вам за ваш обзор, давайте остановим демонстрацию рабочего стола, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы, ну, а у меня вопрос, ну, Николай Пенза сразу с арбузов начинает, но у меня все-таки вопрос сначала по делу, по делу, Николай, по бизнесу, хотя, с арбузов тоже неплохой бизнес, насколько я понимаю, иногда бывает, так вот, Илья, Форекс, понятно, у вас было хобби, насколько я помню, вы им активно занимались, а может быть, ну, бизнес тоже, а может быть, и продолжаете, просто мы давно с вами не беседовали на эту тему, бинарные опционы, как дела обстоят с ними, вот в смысле реальной торговли, не аналитика, а вот прямо реальной торгуете? Ну, смотрите, ситуация такая, что там, где торговал, да, Бином, они ушли с России, они ушли с России, то есть, чтобы у них торговать, нужно что? Нужно иметь паспорт не Российской Федерации, вот, соответственно, чтобы вводить деньги, надо иметь карточку человека также с не Российской Федерации, соответственно, найти людей, таких тяжелых, на которых, допустим, доверили свои поставленные данные, вот, и, соответственно, карточку, да, даже бы сделали, мои счета заблокированы, поэтому на данный момент я пока что динамику все равно не торгую. Жестковато так, да, я так понимаю, так прямо нет и все, да, обычно как бывает, если Россию закрывают, кто зарегистрировался, они торгуют, а здесь получается совсем, как бы, по-другому, да, ну да, да, потому что, ну, в России, как говорится, у нас люди пытаются торговать еще не честными способами, да, ходить и так далее, ну да, не порезали с России все, то есть, это надо покупать, как можно, буквально проплачивать, надо иметь паспорт не Российской Федерации, который срегистрировался на человека, и, соответственно, как, при таких условиях торговать мало, вот, в принципе, вл.п.н. это обе длины, торгуют, а вот найти человек, который доверится, то есть, и дело в том, что, понимаете, почему-то не всех они пропускают, то есть у меня были люди, вот, не всех они пропускают, не пропускают, не пропускают, Я понял, ясненько. Илья, на чем сейчас торгуете? Только Форекс или Фонда, или Американская Фонда, или что еще? Торгую Форекс, все хорошо, торгую, вот, у брокера, с которого показывал, скажем так, трансляцию, вот, вывод у них очень хороший, то есть, вообще нареканий нету, единственные моменты, когда, вот, было с нефтью проблемы, да, то есть, останавливали торги именно по нефти, вот, в остальном проблеме, вообще не замечается, собственно, все хорошо, вывод очень быстро, то есть, если, допустим, с электронными пошеликами, ну, буквально, там, несколько минут, если там, допустим, все у нас получается, выходной день, вот, ну, максимум там сутки, вообще мы с проблемами. ну, понятно, да, я хочу сказать, что вывод сейчас у всех более-менее нормальный, хорошо, у кого вывод плохой, тот уже загнулся, уже народ оттуда убежал, да, и все, ну, да, да, поэтому это, это вот то, что вы рассказываете, сейчас это такая стандартная практика, вот, понял вас, ясненько, Илья, хорошо, что еще делаете в жизни, помимо трейдинга, есть какие-то оффлайновые проекты, какой-то там, пивной киоск, или там, стычной заводик где-нибудь, что-нибудь такое? Нет, нет, ничего, нет такого. Вот, чисто в трейдинге живете прямо, мол, да, серьезно? Да, 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 спокоюсь, мне кажется, вы раньше чем-то занимались, и то, так сказать, сейчас прямо вот настолько уровень уже позволяет торговле, что позволяет с этого жить, да? Ну, Игорь Николаевич, все-таки, наверное, уже имеет большое значение стаж, да, поначалу, как говорится, был зеленый, вот, я сейчас уже набил свои ошибки, ну, понимаю, чему он старается. Я понял. Как сейчас торгуете? Своими деньгами или принимаете управление? Да, только своими. Только своим. Это почему? Религия такая, или как-то, ну, нет силы, времени заниматься с инвесторами? Ну, вот, один раз попробовал, да, мне, помните, да, то есть, я не волнуюлазил по психологическому уровню, когда я сначала поднял 30%, вот, был, ну, небольшая сумма, да, ну, было два инвестора, то есть, потом улетел в минус 30%, но потом все вернул, то есть, одному человеку вернул там плюс там 3% и так далее, а второй вышел в 0, то есть, все деньги, то есть, инвесторов вернул до копейки, и после этого уже отказался. Ну, просто, вот, психологически тяжело, да, в основном, или, психологически тяжело, потому что, ну, как бы, человек ответственный, и понимаю, что я торгую чужими деньгами, не хочу терять, и как бы, это, все равно, скажем так, но это большая ответственность, и я старался, вернулся на копейки, ну, что, собственно, и сделал. Я понял. Нет, нет, ну, естественно, управление активами ни в какой сфере не предполагает возврат в случае неудачного управления, ни в одной стране мира, поэтому здесь, как бы, даже эта тема не обсуждается, ну, а, в принципе, мне даже, ну, как бы, не то, что понятно, во-первых, с одной стороны, я рад, что вы своим трудом, своими мозгами зарабатываете себе на жизнь, на жизнь, на себе, на семью, вот, а с другой стороны, жалко, конечно, что вы, ну, приняли такое решение, потому что сейчас очень много образовалось свободных денег, так получилось, поскольку старое управление, управление активами рухнуло, оттуда деньги убежали, и сейчас вот люди сидят на кэше и думают, что с ними делать, поэтому сейчас мы активно создаем инвестиционные кооперативы, как вы знаете, сейчас вот уже третий, я думаю, в сентябре у нас появится, вот, и я, честно говоря, может быть, вы тоже поучаствуете в этом проекте, может быть, свой кооператив создадите, может быть, с кем-то, так сказать, посотрудничаете, потому что там очень легкое внесение денег в боевой взнос, заявление написал, деньги внес, и все, и управляете. Формально это не является управлением активами, потому что деньги, внесенные в кооператив, становятся деньгами, собственными средствами кооператива, так юридического лица. Поэтому это трейтинг, это не управление активами, вот, и вот, честно говоря, было бы интересно, так сказать, пошел бы, энергичный очень человек, было бы, мне кажется, интересно поработать, попривлекать вот в такие структуры с вашим участием, тем более, смотрите, вот выступили, Евгений Шабалин сразу пишет, а есть статистика вашей торговли, может, придете мониторинг где-то, вот видите, сразу интерес просыпается, качественная аналитика. Я отвечу, да, то есть, ну, когда были вот два инвестора, да, там были буквально, ну, там, несколько сотен, да, ну, в принципе, копейки, там, сколько было суммарно, я не помню, 800 или 900 долларов, вот, 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 ну, как бы, если бы было бы что-то серьезное, да, я бы подумал, а то, получается, там, ну, работало, скажем так, просто на этих людей, ну, тоже некрасиво, получалось, по поводу статистики, статистику я не веду, и мониторинг тоже, почему, потому что, я же работаю, ну, работаю тупо для себя, да, то есть, зачем мне это надо, то есть, заработал ее, заработал ее, то есть, поэтому ничего такого не было, ну, не планировал я, скажем так, с инвесторами работать, и так далее, для того, чтобы там, мериться, скажем так, этими, с инвесторами. Илья, я вас прекрасно понимаю, но просто сейчас, когда вот такая ситуация, когда реально на рынке появились деньги, ну, мне кажется, подумать на эту тему можно, поэтому давайте подумаем, если, ну, вот, у вас появится какой-то интерес, мы можем поймем его, естественно, в закрытом режиме, все это обсудить, вот, я считаю, что вы давно готовы к этой работе, тем более, если вы живете с рынка, понимаете, вот, давайте подумаем на эту тему, сделаем вам передачу с видео, ну, как обычно, Илья Кравцов, обзор рынков, или еще что-то по оригинальному придумаем, выступали, фантастики мне никакой не надо, надо просто выступать, показывать свою торговлю, рассказывать о своих результатах. Все. Вот, допустим, у вас за этот полгода, ну, я думаю, уже итоги подвели, за январь, июнь, есть же, как положительный результат, какой положительный результат, приблизительно? Положительный результат есть, ну, я, соответственно, не буду дозвучить, я не знаю, ничего, в принципе, я скажу так, а я даже, ну, как таковую цифру, не знаю, я заработал, выиграл. Я понял, да. Ну, в любом случае, интерес инвестора начинается с 2% в месяц, доходность к депозиту, я думаю, что она у вас есть, иначе вы просто не смогли жить на эти деньги. Конечно, конечно. Если будет интерес, вот подсчитайте, сколько за полгода сделаем вам еженедельную передачу, начнем работать, потому что, еще раз повторю, та ситуация, которая была у нас в 16-17 году, когда вы активно участвовали по деньгам, по привлечению, сейчас совершенно другая. Тогда крупные короли забирали кучу денег, а сейчас они все развалились, это уже стало понятно, и вот образовался большой денежный навес у населения, с которым пытается бороться Минфин. Я больше скажу, я сейчас потихонечку обучаю супругу, хочу тоже вывести ее на рынок. О, вот просто это, Илья, а давайте сделаем передачу. Анастасия, нет, я правильно помню, нет? Нет. Нет? Уже другая супруга? Да. Парни, я за вами не успеваю, только одно имя жены запомню, бах, уже другая. Да что же такое? Ну, жизнь такая вещь. Да, это жизнь такая, без всякого юмора. Вот, все понятно. Давайте, действительно, сделаем с ней передачу, когда она будет готова, и вы будете выступать, она, и прям назовем, можем эфир сделать, Илья и имя жены Кравцовы, точка, обзор рынков. И одну неделю она, одну неделю вы выступаете, будет очень замечательно. Слушайте, можно бизнес семейный делать, кооператив можно делать. В общем, подумаем с этой точки зрения. В общем, подумайте насчет вот такой еженедельной передачи, и я с удовольствием эту идею поддержу. Если вы мне напишите по e-mail, как готовы, я тут же отвечу, я на согласуем, все сделаем быстро. Да, хорошо. Спасибо, Илья, вам за ваш обзор, хорошего дня, и удачи сегодня. Все, спасибо, всем удачи. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok